привет друзья недалеко от ниши есть прекраснейшее место которое удивляет своей красотой но автобусов туда мы не нашли если у вас нет машины как и у нас то придется арендовать ее или добираться поездом у нас же выдалась возможность побывать здесь планинарским клубом железничар за что им огромное спасибо особенно серба за привоз и горы ну за погружение в историю этих мест и так сегодня мы отправляемся в ущелье свирлишка свирлишка клесура каньон реки свирлишки ты мог длиной 15 километров является одним из самых живописных ущельев сербии он расположен между нишевоц и полилула по течению реки ниже ущелья проходит железная дорога построенная в 1920-х годах идем по римской дороге которая соединяла адриатическое побережье центрально-балканский регион и дунай москве в Ruben москве в с этого указателя поворачиваем на смотровую пробоку потом сюда вернемся чтобы продолжить путь на баницу в ущелье реку пересекает около 30 мостов а также 32 туннеля по которым проходит железная дорога в ущелье от низшего от река углубляется в крутые склоны скал полных пещер над которыми возвышаются остатки древнего города свирлик а ниже находится природный бассейн баница свирляшка баница когда-то излюбленное место для пикников римлян и турок очень крутые местами до 450 метров скалы возвышаются над самой рекой которая в ущелье приобретает зеленоватый цвет а у реки много рыбаков и сборщиков ртанского чая который по словам местных жителей здесь лучше чем самом ртане когда-то в этом месте били термальные минеральные источники и был баниологический курорт но после того как вода в начале двадцатого века деминерализовалась курортная деятельность отсюда была перенесена в сакобаню здесь очень красиво в такую жару баница так и манит своей прохладой но мы сначала на средневековый град для этого с этого места на право вверх по тропинке а теперь внимание если вы хотите повторить маршрут также как мы просьба держать уши и глаза востро здесь движутся поезда а лучше уточнить расписание мост милутина миланковича назван в честь австро-венгерского сербского гражданского инженера ким климатолога геофизика астрофизика и популяризатора науки один из тоннелей очень длинный сто девяносто четыре метра мы шли в кромешной тьме после него будет указатель налево в лес первое упоминание о крепости свирлиги относится к тысяча девятнадцатому году в грамоте византийского императора василия второго крепость свирлиг была построена на вершине скалистого холма кули 505 метров над уровнем моря над местом впадение реки белится в свир лишь китымок вместе где она прорывается в небольшое ущелье благодаря отвесным скалам подъезд к свирлигу возможен только с северо-запада через плато пазариште и ведет к небольшой щели между скалами которая в некоторых местах дополнительно расширена для прохода через нее сам проход вероятно защищал другой изолированный форт а проход через скалы скорее всего был перекрыт башни или каким-либо другим сооружением а город наш водич сказал нам что здесь видны следы врат возможно углубление действительно есть укрепление простиралась к востоку от этого перевала и до наших дней сохранились очень немногие остатки его но заметно что его его валы повторяли рельеф местности и окружали узкое плато на вершине холма на котором расположено укрепление в западном конце находятся остатки башни с квадратным основанием шириной толщиной стены 1 и 3 метра от которой сохранилась только восточная сторона высота которой в середине 20 века достигала четыре с половиной метра рядом с ним находится объект вырубленный в скале который как предполагается был резервуаром для воды на северо-восточном конце и в самой высокой части укрепления сохранились остатки башни с круглым основанием внутренний диаметр который четыре с половиной метра а толщина стен 105 метров он сохранился до высоты 7 метров но во время агрессии нато против союзной республики югославия в 1999 году сильно пострадал так как под ним через ущелье сверлишки ты мог проходит железная дорога соединяющая ниш и княжевоц длина укрепления от западной башни до самого восточного конца составляет 95 метров а наибольшая ширина от круглой башни до самой южной точки вала 28 с половиной метров к югу от укрепления на другой стороне белицы находятся остатки трех церквей а в непосредственной близости от него находится несколько пещерных скитов один находится под самым укреплением а другие на противоположном берегу сверлишки ты мог благодаря прекрасной природной предрасположенности ущелье всегда было заселено людьми в ущелье были обнаружены следы неолитической фракийской цивилизации а именно племени тимохи населявшего эти районы и давшего название самой реке тимок мы возвращаемся обратно теперь можно и искупнуться на обратном пути горын сказал что сейчас будет поезд мы его пропустили и в тоннеле немного не доходя до баницы есть указатель налево от лови нам туда здесь был мостик сейчас его нет проходим вброд лучше запастись аквашузами река белится сквозь высокие скалы прорезает небольшой но впечатляющий кат каньон длиной около 50 метров и состоит из специфических котлов форм созданных многими веками закрученным движением воды таких котлов 16 один из которых достигает 4 метра в глубину и 10 ширину это настоящий прохладный оазис среди диких скал огромное спасибо корону за предоставленные фотографии у нас тут дождик собирается мы возвращаемся спасибо за просмотр виды массы и так вот зеленая точка отсюда мы начали свой маршрут сюда же вернулись только по железнодорожной ветке да вот это ответвление вверх направо это на смотровую потом мы вернулись продолжили свой путь нам путь на баницу там очень плохо работает навигация поэтому когда мы дошли до средневекового города у меня похоже потерялась местонахождение наше но мы вернулись оскуле таким же образом просто шли обратно здесь направо на белится находится котловье обратно мы возвращаемся по ветке железной дороги в ту же точку с которой начали